Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Сегодня у нас мукбанг с казахским блюдом, который называется кантубе. Я один раз попробовала его, я поняла, что это реально очень вкусно. Я заценила. Обязательно снимем для вас как-нибудь на днях рецепт. Уверена, что вам тоже очень понравится. Вот. И еще, кстати, купила себе мандарин. Прикиньте, купила 5 штук. А все почему? Потому что я в шоке от цены на мандарины. Сейчас просто не сезон. Максимальная цена бывает обычно в это время. Мандарины стоят 6 манат. Это очень-очень много, на мой взгляд, для мандаринов. Вот когда я увидела этот ценник, мне резко так захотелось мандарины. Я решила взять. И маме, и себе. Как, кстати, вам мои серьги? Последний, наверное, год точно. Я не покупала бижутерию. Ну, что-то резко мне захотелось. Заказала, когда на шум. Мне почему-то кажется, что они дешево смотрятся на меня. Напишите в комментариях. Кстати, сегодня хочу снять видео «Моя коллекция золота». Уже вторую часть. Многие в комментариях писали, когда уже будет вторая часть. «Моя коллекция золота». Я просто офигела, что первая часть моей коллекции золота набрала почти 90 тысяч. Значит, вам интересно. Во второй части будет одно кольцо, которое я хочу продать. Кольцо из магазина Sunlight. Продам намного дешевле, чем купила, чем оно сейчас стоит. Так что, если вы из Азербайджана из Баку любите тоже золото, обязательно посмотрите это видео. Единственное, вот это одно кольцо. Я его ни разу не носила. Возможно, и в Инстаграме выложу, в Инстаграме продам. Вот это вот кольцо. Почему я его хочу продать? Там вес изделия 1 грамм. Я не хочу такие изделия. Я хочу полновесные изделия. Качество. Все отлично. Просто единственное, меня не устраивает вес. Я хочу кольца потолще. Я знаю, что у этого кольца очень много покупок и очень много довольных людей. Я так подумала, почему бы его не продать. ни разу его не носила. Ни в одном влоге вы его не сможете найти, потому что я его не носила. Размер 16,5. Когда я вчера смотрела золото, пришла девушка и свои вещи просто обменяла. Какие-то бабушки на сережке уже совершенно неактуальные продала. Я прямо в этом же магазине купила другие современные. Ну, для меня мое каждое украшение это все-таки история. Поэтому я не собираюсь ничего продавать. Единственное, это кольцо и причину я вам сразу называю. Причина в том, что вес очень маленький. Я люблю полновесные изделия. Пусть даже изделия будет малютенькое. Например, вот этот вот кулон полтора грамма и он такой полновесный. Цепочка у меня 4 грамма. Я присмотрела себе такие крутые сережки. а не 9 грамм. Вообще, я заметила, что очень сложно найти изделия с хорошим весом. Это только советское золото. На советское золото эти модели совершенно неактуальны. Но тогда делали изделия нормальными. Сейчас большинство колец полтора грамма. Я считаю, что кольцо должно быть 3 грамма. Как вот это. Не гнется, не мнется. Я вот на этом пальчике его ношу, что-то режу. Ничего с ним не происходит. Вот я теперь сторонник вот таких изделий. буду покупать редко. Раньше там в месяц одно изделие покупала. Сейчас я так делать не буду. Подкоплю денежку и куплю что-то полновесное. Если это кольцо, пусть оно будет 3 грамма. Если это сережки, 5 грамм. Чем больше, тем лучше. Просто, чтобы это изделие было прочно и оно передавалось из поколения в поколение. Ты не думал, что вот сейчас ломается, сейчас погнется, помнется. Даже вот эти бабочки, которые с висюлькой, точно-точно такие есть по полграмма. Две сережки вместе делают полграмма или 0,8. Мои полтора. То есть вам тоже совет на будущее, исходя из моего опыта. Берите вещи практичные. Одна участница Дома-2 выложила себе в историю, как ей парень подарил гвоздики. Ужасно дорогие. Из магазина Соколов. И вы прикиньте, гвоздики 5 грамм. Они малюсенькие, но все равно 5 грамм. Это значит, что они полновесные. Я нашла в интернете эти сережки. Как только поеду в Россию, первое дело буду охотиться на эти сережки. Жирненько, конечно, но вкусно. И давайте немножко поотвечаю на вопросы. Жай Сун задает вопрос. Жай Сун, тебе огромный привет. Здравствуйте, Айка. Очень аппетитно кушайте. Спасибо огромное. Есть ли у вас табу в одежде, что бы вы себе точно не купили? Расскажите немножко об этом. Как таких табу нету? Единственное, наверное, меха. Мне кажется, это глупо. так по-колхозному. У меня меховая жилетка. Я ее не ношу. Я ее просто использую как фон. Мне кажется, раньше мы не были настолько проинформированы. Сейчас появился интернет, соцсети. Мы видим, как мучают этих животных. однозначно. Мое табу это меха. Наверное, до конца жизни я не буду покупать себе натуральный мех. Раньше это все было в Америке, и когда я слышала про это, там захейтили какого-то артиста из-за того, что там в норковой шубе он выезжал. В тот период нам это казалось дико. Это было лет 10 назад. Сейчас я увидела одна из блогеров, там рекламировала магазин шубами и себе еще взяла. В комментариях просто поливали помоями. Я пролайкала несколько комментариев, как бы это не звучало. Я согласна, что не надо носить меха. Я против этого. В прошлом году мне очень понравилось пальто. Я спросила, это натуральный мех или искусственный. Мне сказали, натуральный, вы что за такую цену, натуральный мех? Я сказала, тогда я не хочу. Она говорит, ну вы можете просто отстегнуть, если вам не нравится мех. Я объяснила продавщице, я говорю, дело не в том, что я могу его отстегнуть или носить вместе с ним, просто я не готова платить деньги за убитых животных. Я так посмотрела странным образом на меня, наверное, подумала, что я сумасшедшая. Потому что, мне кажется, у нас люди здесь все-таки носят меха. Когда мы в первый год переехали сюда, у меня мама просто угорала с людей. Температура минус один, там женщина в шубе идет. Видно, что ее прям жарко. Шуба тоже по полу катится. Еще знаете что? Сейчас вспомню. Вот эти сумочки из бисера. Это, конечно, очень красиво. Это ужасный труд. Девочки огромные, молодцы. Которые делают эти сумки, продают, на этом зарабатывают. Молодцы, огромные. Это огромный труд, конечно. Но себе бы я не купила. Может, я сейчас так считаю, со временем я поменяю свое мнение, но мне не нравится. Уже сколько лет девчонки продают эти сумки, мне не нравится. Ни в коем случае как бы не считаю, что это безвкусица и так далее. Просто мне не нравится, я бы не купила, например. Несмотря на то, что было безумно жирно, я все поела. Осталось только один кусочек, давайте его тоже схомячим. Реально очень вкусно. Бедный мой котик так на меня смотрит, когда я снимаю мукбанг. У него просто очень жесткая диета. Сейчас мне надо съездить и купить ему его еду. На этом все. Вам огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки и подписываться. Всех люблю. Пока.